Всем привет, меня зовут Никита и я являюсь руководителем проекта Escape from Tarkov студии Battlestate Games и сейчас мы ведем запись из Санкт-Петербурга. Это наш первый дневник разработчиков и тем самым хотим открыть целый цикл подобных передач, где мы будем рассказывать вам о Escape from Tarkov, о различных интересных штуках, как мы разрабатываем непосредственно этот проект и будем знакомить вас с разработчиками, которые участвуют в этом процессе. Мы начали работу еще в далеком 2012 году, вся наша работа была засекречена, мы никому не рассказывали, что мы работаем над каким-то другим проектом. Этот проект был как раз Escape from Tarkov и он был проектом во вселенной игры Russia 1028. По сути все эти идеи, которые мы еще вынашивали, включая знаменитую игру Contract Wars, все в одной вселенной. И как раз получив опыт разработки от Contract Wars и ресурсы, и людей, и всевозможные другие бонусы от разработки подобного проекта, мы решили сделать нечто серьезное, нечто выдающееся, если так можно сказать, в жанре, что может принести что-то новое, чем можно будет гордиться. Меня зовут Алексей, я офицер запасы, я являюсь автором вселенной Russia 1028, сценаристом, гейм-дизайнером и военным консультантом. Основная концепция проекта Escape from Tarkov – максимальный реализм. Для достижения реализма во всем, что касается военной составляющей, мы используем реальное оружие и боевой опыт. С оружием мы выезжаем на различные полигоны и объекты, где пишем видео и звуки. Мой опыт, в том числе и боевой, позволяет нам посредством различных систем захвата движения добиваться максимально возможных реалистичных анимаций, как в работе с оружием, это стрельба, перезарядки, устранение различных задержек, так и передвижение персонажей. Принцип нашей работы – это моделирование реальности. С одной стороны, это абсолютно простая задача. У нас есть жизнь, и мы должны воплотить ее в виде игрового продукта. Но, с другой стороны, необходимо поддерживать максимальный уровень достоверности и детализации. Исходя из этого, мы решили сделать так называемые дневники разработчиков, чтобы дать понять вам, конечному пользователю, как вообще происходит разработки Escape from Tarkov, насколько это интересный, сложный, захватывающий процесс. Мы хотим этим поделиться. И первым дневником разработчиков мы решили сделать рассказ о анимациях и системе анимаций. Это чуть ли не самая важная часть, на которую смотрят все игроки. Без анимации никуда. И я рад представить вам нашего знаменитого человека на всю галактику. Это Александр Ковальчук, и зовут его все у нас Киба. Он у нас является ведущим аниматором, и знает очень много всего про это, и он сейчас вам много всего интересного расскажет. Команду я попал около трех лет назад. В прямом смысле с улицы, без какого-либо опыта в геймдеве, на должность ученика 3D моделера. Спустя полгодика и несколько кое-как замоделенных стволов ребята предложили мне попробовать себя в анимации оружия. Если взглянуть на первую пушку, к которой я приложил руки, то конечно хочется плакать. Спустя же сотню стволов, как новых, так и исправленных за предшественников, есть вещи, которым можно уже гордиться. Появилась куча идей и фич, которые хотелось бы реализовать в будущем. И проект Escape from Tarkov дал мне все карты в руки. Это настоящий рай для любителя оружия. У меня и моих товарищей есть реальный шанс задать новую планку в подходе к реализации оружия в играх. Наша цель это максимум реализма при обращении со стволами. Дальше нужно иметь какой-то реквизит под рукой. Желательно самый разнообразный. От игрушечного пестика до полноценных ММГ. А так как это макеты, то можно их ушатывать холостой работой в офисе до посинения. Надо же понимать, как подвести магазин к шахте, как быстро снять задержки и сколько усилия приложить к этому. Необходимо съесть пару собак на инструментах, с которыми придется работать. И понять, какие возможности он может дать, а чего сделать, ну никак не получится. Традиционный подход к анимациям в шутерах нам не подходит. Нужно было придумать целую систему, которая позволяла бы раскрыть все аспекты обращения со стволом. Если говорить о других шутерах, на ствол приходится по 4-5 анимаций. Достал, выстрелил, перезарядка, полная, неполная. Но если повезет, анимация простая. В нашем случае на точно такой же ствол понадобится в 10 раз больше анимаций. И все они должны быть разбиты на сегменты, подобные таким образом, чтобы одна операция переходила в другую при куче всевозможных комбинаций. И выглядеть это должно гладко, четко и самое главное неусловно. В итоге все выросло в то, что есть сейчас. Если коротко, действительно коротко, то это доставание оружия, приведение его к бою, стрельба, вытаскивание магазина, установка магазина, быстрый сброс магазина, вытаскивание старого магазина с новым на готове, снятие с задержки, если она есть, если ее нет или же в патронике нет патрона, то заведение затвора, устранение осечки и устранение клиностреленной гильзы, смены режимов огня, простое оружие. Еще с десяток операций, которые если и представлены в других играх, то весьма условно. Поехали на девелоперскую сцену. Что мы первым делом видим? Это конечно же ноги персонажа. Ура! Все же так хотели ноги персонажа. В руках у нас АК-74Н, без крышки ствольной коробки. Но мы же нормальные парни, поэтому мы поставим ее на место. Обратите внимание, все операции анимированы. Дальше мы видим отсутствие магазина. Если вы неопытный владелец АК-74, при заряжании вы проделываете следующие операции. Все в принципе классическое. Давайте теперь отстегнем магазин. И попробуем еще раз. Заметьте, патрон в патронике остался. Теперь представим, что вы чуть-чуть более опытный владелец. Совсем другое дело, как настоящий спецназ. Переключим на полностью автоматический режим. Можно проконтролировать количество патронов в магазине. Магазин, кстати, от РПК-74. Давайте попробуем разрядить какое-нибудь оружие. В данном случае это пистолет Макарова. Легендарный, надежный, безотказный. Видим наличие магазина и патронов в патронике. Вытаскиваем магазин. И вытаскиваем патрон. Оп, в ладошку. Берем обратно АК-74. Теперь попробуем смоделировать ситуацию, когда у нас безотказный автомат Калашникова дает осечки и зажевывает гильзы. Начнем с осечки. Обратите внимание, что патрон вылетает целый. Теперь попробуем вариант, когда у нас зажевала гильза. Этим баловаться можно до бесконечности. Быстрый сброс происходит следующим образом. Это была обычная перезарядка. Быстрый сброс. Любой магазин на маленьких уровнях будет просто сбрасываться. Если же вы немного прокачались, то будет происходить следующее. Мы достаем сначала следующий магазин и пристегиваем, держа его в руках. Заряжаем М4. Быстрый сброс магазинов на М4 – это классика. Попробуем вариант, когда зажевала гильзу. Но, думаю, для начала вам будет достаточно этой информации. Что же касается персонажной анимации. Теперь представьте, все то, о чем я вам сейчас рассказал, будет иметь отражение на персонажа от третьего лица. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я вам покажу анимации от третьего лица. Персонаж от третьего лица у нас повторяет все анимации, которые есть и от первого, и от третьего. Для персонажа от третьего лица главное было у нас это сделать не проскальзывание ног, плюс плавное изменение скоростей. При этом мы удерживаем контрол и работаем колесиком. Скорости изменяются от минимальной к максимальной, от бега к шагу. То же самое происходит во всех направлениях. При движении вправо, влево. При максимальных скоростях также мы имеем возможность смены уровней. Минимальный уровень, максимальный уровень. Это происходит с удержанием клавиши С и работой колесиком. При этом мы всегда стараемся сделать так, чтобы у нас персонаж не проскальзывал в ногах. Ноги его двигались всегда равномерно и не было никаких переступов, никаких задержек с анимациями. Также у нас есть визуальное отображение прицеливания персонажа. Это все сделано для того, чтобы игрок, видя персонажа от третьего лица, в того, в кого он будет стрелять, мог визуально себе представить, куда он смотрит, видит ли он его или же нет. Решая спектр задач по анимациям, мы пришли к тому, что нам необходим максимальный контроль. Мы не можем сделать 800 тысяч анимаций на персонажа всевозможного действия. Мы должны это сделать управляемым. Тем самым мы решили максимально, так сказать, опроцедурить все анимации, чтобы они имели максимум контроля из кода, чтобы мы смогли тем самым описать и показать все ситуации, которые могут быть с игроком и реакцию движений на все эти воздействия. И этой большой задачей занималось, на самом деле, много людей. И одним из ключевых сотрудников является у нас Дима. И он как раз сейчас вам расскажет немного подробнее, какая была проделана работа и, собственно, какой от этого смысл. Одна из целей, которые мы преследуем в Escape from Tarkov, это визуальная связь с состоянием игрока. Речь идет о здоровье, о получаемых травмах, усталости, массе, убойной силе оружия. Все это должно предоставлять непосредственную обратную связь и визуально менять не только внешний вид, но и анимацию персонажа. Скромными силами аниматоров этого не достичь, поэтому я прихожу на помощь. Уже на ранних этапах разработки Escape from Tarkov появилась задача визуализировать любые взаимодействия с окружающим миром. На примере этого Тайфуна я покажу весь процесс настройки. Добавляется один простой компонент и настройка его происходит в три этапа. Позиция закрытая и открытая двери. Которая я сейчас выставляю Open Rotation, Close Rotation. Также нужно указать направление взгляда персонажа и добавить позицию для руки. Немного пододвинем позицию, с которой будет происходить взаимодействие. Направим взгляд и можем проверять как это работает в игре. Итак, проверим только что настроенный Тайфун. Все открывается, мы внутри. Та же самая техника используется и для остального транспорта. Как вы видите, маркеры обозначают позицию руки. И дверь открывается. Помимо двери можно открыть капот. Нужно открыть багажник. Насчет бардачков не уверен. Не думаю, что мы сделаем такую детализацию. Но все же это возможно. Без процедурной анимации поведение оружия в руках игрока выглядело примерно вот так. Никакой динамики и никакой массы оружия не ощущается. Попробуем это исправить, добавив как минимум дыхание персонажа. Уже смотрится намного живее и закончим картину добавив в массу. При движении видим появляется некая инерция, что выглядит намного живее. Так же в Escape from Tarkov учитываются габариты оружия и очень сильно влияют на игровой процесс. Как видим, калашников не помещается и убирается, но в то же время с пистолетом Макарова таких проблем нет, так как он является малогабаритным. Это были одни из немногих примеров использования процедурной анимации на нашем проекте. Итак, подходит к концу наш первый выпуск и мы надеемся, вам понравилось, вы почетнули что-то новое из увиденного. Мы планируем делать такие дневники регулярно, раскрывать подробности, разработки дальше. Подписывайтесь на наш канал BattleState, заходите на наш сайт escapefromtarkov.com На нем много всего есть интересного, в том числе и форум, на котором можно все это обсудить. Большое спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok